Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале MobileGamer, и в данном видеоролике мы поговорим о весьма противоречивой игре, а именно о ремейке оригинальной Эри Ф2, о игре Project F2. Поэтому, если интересно, усаживайся поудобнее, и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! Всем тем, кто любит играть в Call of Duty Mobile, посвящается. Если вы любите играть данную игру, то официальный дискорд-сервер по игре Call of Duty Mobile создан именно для вас, так как тут вы сможете найти адекватных теймейтов и весело провести свободное время. Поэтому, если заинтересовало, заходите. Ссылочка будет в описании по данным видео. Ну а мы продолжаем. Ну а пока мы не начали, хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто комментировал последний видеоролик по игре War in Arms. Огромное вам еще раз спасибо за это. Поэтому на экране вы можете увидеть самый интересный и понравившийся мне комментарий из данного видеоролика. Поэтому оставляйте любой комментарий под данным видеороликом, на тему данного видеоролика или по какой-то другой теме. И может быть именно ваш комментарий попадет в следующий видеоролик по Area F2 или игре War in Arms. Так что дерзайте. Ну а мы начинаем данный видеоролик. И как вы все знаете, недавно появилась инфа о том, что готовится переделанная версия Area F2. Но не версия, тем слухом. Это не официальная игра от разработчиков Quokka Games. Это переделанная Area F2 под названием Project F2. И если честно, я осуждаю такие игры, так как данный разработчик данного проекта попросту украл идею Area F2. Украл сами файлы данной игры. Так как мы видим, что перед нами Area F2, которая была еще в разработке. И если честно, по данному поводу на месте Quokka Games, ну конечно скорее всего распавшихся Quokka Games, я бы подал на этого разработчика в суд, так как он использует материалы самой игры в нелегальных целях. Притом создавая свою игру. Как вы можете видеть на экране, в этой игре ничего не изменилось. По сравнению с Area F2, это та же самая Area F2. Те же самые модельки персонажей. Те же самые модельки оружия. И все в таком духе. Те же движения, те же стрельба. Если честно, то это выглядит просто омерзительно. Мне хочется плюнуть этому разработчику в лицо. И сказать, как ты имел право создавать такую игру. И покуситься на саму Area F2. Это был идол в жанре тактических шутеров на Android, iOS, мобильных тактических шутеров, повторюсь. И я не знаю, как вам, но мне противно играть такой проект. Поэтому я и рассказываю про данную игру вам, чтобы вы знали, что это не официальная Area F2. Это попросту поделка. Клон официальной игры, оригинала. Как многие, к примеру, делают. Так как, к примеру, многие выпускают клоны на популярные игры, такие как GTA V, Fallout, Rust и многие другие компьютерные игры, которые, как бы, перевыпускают сторонние разработчики на Android. Ну, на iOS, понятно, никто его не будет выпускать, так как там все строго с этим. И попросту вы не сможете скачать какое-то приложение или игру не из самого App Store. Ну, а с Android все проще. Скачал APK-файл, скачал кэш и готовы. И игра установлена на твой телефон или планшет. Так что, дело за вами. Я лишь вас предупредил, что не стоит играть данную игру. Так что, будем ожидать скорейшего возвращения Area F2, если, конечно, он случится и данная игра, вернее, Area F2 вернется на просторы Google Play и App Store. Будет интересно узнать в комментариях ваше мнение по данной ситуации с самой Area F2 и с данной игрой. Вернее, ужасной подделкой Area F2. Но с вами, как всегда, был Mobile Gamer. Не болейте и играйте только в хорошие игры. Пока-пока и увидимся уже в следующем видеоролике по игре War in Arms. Субтитры создавал DimaTorzok